Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Смотри Учись, я Миша Егор, и сегодня у нас будет Луна, топ-1 керри этого патча на ИТ, очень часто ее пикают, отличный винрейт, все-таки хорошо сказалось, что апнули вот в этом последнем патче, недавнем, просто никто такого не ожидал, но у Луна довольно-таки круто, действительно, заапали, и это прям жестко сказалось, оставил здесь фраг Кункевичу, все-таки это мидер, ему фраг будет поважнее, там быстрее Ботл прилетит, все дела. Вот, и, собственно, топ-1 керри этого патча будем смотреть от топ-1 игрока этого Инта, Яторо, ни одной игры спириты не проиграли, это вообще жесть какая-то, просто всех вынесли, просто ни одного поражения, большой пул героев, там они, ну вот, чисто вот этот вот последний патч, 734D, вот казалось бы, патч небольшой, однако всех вот этих героев спириты заобузили, то есть там они и Баррика пикали для коллапса, они пикали лул, луну для Ятора тоже выигрывали на ней, то есть патч прям очень сильно сказался, и это довольно-таки забавно, то что мы вот это вот предик или что, довольно-таки жестко там героев заапали, и действительно, вот на протяжении всего Инта, там пикают различных ЦК, лун, кого-то мы еще, про кого-то мы еще говорили, я уже подзабыл, если честно, ну, в общем-то, вы меня поняли, вот, и собственно, научимся играть на 734D Луне, на примере Ятора, возможно, победителя, дважды этого Инта, и это, кстати, очень большая Вирага, 23 Севердж, противоположной команде на Муэрте, из интересного, так что всем заранее приятного просмотра. Всем привет, прошу прощения, за небольшую склейку тут сразу, на всякий случай, время проверили, совпадает. Стартовый закуп без танго, грыжные стики, три ветки, немножко рискованно это выглядит, когда у тебя на линии Гримстрок, ну и связка Луна Грим, насколько она ужасно выглядит, особенно, когда противники Скаймак, ЦК, два боевых, два мощных героя, Гримстрок, сами видите, проиграл Размин Скаймаку. Ничегошеньки, не может. Ну и Ятор решил, видимо, погибнуть, правда, скинув стики перед этим, мне кажется, можно было бы просто так умереть, не скидывая стики. Ну, линия очень печальная, действительно, пятерка Гримстрок вообще ничего сделать не может. А ЦК вот как раз такой герой, сейчас невероятно сломанный. На линии очень сложно против ЦК стоять нынче, то есть его пикают на две роли причем, на тройку, на керри, видите, в этой игре тройка, ЦК. На просто Сене точно такая же история, несколько команд пикали на троечку. ЦК, рискинг, кстати, на тройку пикали. Возможно, стоит нам будет сейчас записать тройку рискингов, потому что это рабочая тема, там билдочок нашли. Мы такого записывали еще, наверное, два месяца назад, или месяц назад. На самом деле, давно этот билдочок нашли. Вот, но там это не было настолько популярно, как сейчас. Сейчас там прям пикают реально рискинга на тройку, прям тир-1 команды жестко очень. Вот, и через агонимчик играют. Невероятно противно играть против такого. То есть он и линию хорошо стоит. Там, в идеале, какую-нибудь четверку пикнуть под дабл-стан, не знаю. Опять подставилась игре. Ну, линия мертвейшая просто. Реально, Ятору вообще ничего поделать не может. Это будет тяжелая игра, камбэчная. Как раз вот спириты играли с волной. Вот они тоже от камбэка играли. Как они любят, собственно. Где Ятору просто игру втаскивает, когда она в лейт заходит. Вот здесь, примерно, такая же игра. Очень сильно второй скилл заапали. Заапали также шард. И поэтому у нас сейчас стало таким болом. Это первый реплейк, когда мы смотрим луну с шардом. Это новый шард, когда он нажимается второй скилл. Не все, кстати, привыкли пока что к этому новому шарду. Второй скилл нужно прокликивать. И вокруг себя там четыре дискеты появляются. Очень много дэмэджа. Когда небольшой. Прикольный шардик. Как же грустно за этим наблюдать. Как просто пинают. Гримстрока. Ну, на самом деле, все довольно таки хорошо. Учитывая, что линия тяжелая. То есть у него самое главное, что получается эту линию держать. Крипов он добивает. Так что все плюс-минус окей. Тут даже смол не заблочен. Ее то рапингует. Шардана смол пулить. Биг, правда, тоже вот не заблочен. И спортивники будут на биг пулить. Они не смогут никак за большой кемп файтиться. Вот. Ну, собственно, пока тут крипов этих закачал. Продолжим после небольшой рекламной паузы. Наверняка вы уже слышали о сайте, где можно неплохо провести время и при этом еще немного поднять голды. Да это же Dragon Money. Здесь есть несколько интересных игр. Например, игра, где рыцарю нужно попасть в нужную дверь и не нарваться на дракона. Ну, или всеми известная игра под названием Crash, где суть игры — это твоя интуиция и везение. Потому что тебе предстоит угадать момент, когда упадет бегущий человек и забрать свои бабки, помноженные на твой кэф. Во время перерыва можно также пообщаться с другими игроками. Сайт проверенный и надежный, что подтверждает множество отзывов, а также официальная лицензия. Ссылочка будет, как обычно, в закрепленном комментарии. Залетайте и играйте. Но не забывайте, что тут можно как выиграть, так и проиграть. Поэтому играть нужно осторожно и на деньги, которые готовы потратить. Удачи! Очень интересно, что я на первом уровне качал третий скил. Очень часто приходится брать первый для того, чтобы ранжевика законтролись. Видимо, расчет был на то, что гримстройки практически всегда с первым скиллом стартует, чтобы этого ранжа законтролись. Но тут грим был с третьим скиллом, потому что они делали фбшку. Но несмотря на это, юторо все равно 4-1 стартовал на первой пачке. Невероятно красиво это было. А там еще третий скилл качаешь, у тебя Night Vision появляется. ХБшечку легче сделать. Ой, как же круто на характере. Смог каким-то чудом просто перебить этого ЦК. Еще и выжил, при этом капелька зарешала. То, что он эту капельку купил. Ой. Не умер опять капелька. Блин, ну уж и он умер, если честно. Итого еще на базу полетел. Ресурсы восстанавливать. Если грим высолит SkyMag, оно не похоже на то, что он его высолит. Так, ну ладно. Купил все ПТ. Как-то у него там еще остался бэнд. Он его продал. Вот у меня, кстати, тоже такая проблема. Вот я что-то недавно играл. У меня 2 или 3 игры было, что... Ну, ты закупаешь какой-то предмет через Кьюкбай, и у тебя по... по... по 2 шмотки закупаешься. То есть я в Розоре играл, смотрю, у меня 2 стика, но интересы, грейжи. И такое прям несколько раз было. Как будто они там... что-то там сломали. Через именно Кьюкбай. И вот у Ятора сейчас такая тема была. Он 2 бонда купил почему-то. Это сентябрьская обновь, когда порядочность поменяли. Завезли вот эту проблему с даблбаями. Аж да, у тебя была такая тема. Так мы же с тобой это обсуждали. Ну да, мы на ролике не обсуждали. А, все понял. Зрители узнать не могут, чтобы обсуждали. Боли, на какой же ЦК противный? Просто такой жирный герой. Ты, если даже его как-то пытаешься пробивать по хп, он просто все с пассивки моментально регенит. Но хотя бы пассивка уменьшенный реген от крипов дает. Какой-то плюс. Но все равно страшный персонаж. Ротация такая себя получилась. Ну как не хочется в этом участвовать. Такая пачка по таврам. Кстати, катапульта невозможно добить. А, так, сажение получит. Кстати, успеть, не успеть. Жесть какая. Тяжело. Но он, скоро уже в лесочке уйдет, я думаю. И самое главное, что ему, ну просто, три пачки дали спокойно постоять, пофармить. Он почти уже момчик даже имеет у него есть морбитка. Все реально. Скоро просто может в леса уйти спокойно и будет бесконечно качаться. У нас сейчас такой герой как раз. Вот ей нужны герои вот по типу кунки, которые могут поспейсить по фронтвайне в будущем. Потому что не нужно очень много фармить на ней. Прямо долго качаются. Чуть ли там не до 30-ой минуты. Нужны остальные предметы купить. И только потом к дракам подключаться. Ну, я тоже уже потихонечку начал пассивки себя раскачивать. Опять же, чтобы лес успешно качать ультиммейт не нужен, бим не нужен. У тебя уже просто 2-3 максимум макшеный. Вот и 3-й причем он в 3-си оставил. Начал раскачивать гойв. Ну, по сути, билд всегда такой плюс-минус был на он. То есть, это 2-3 макшеный. Момчик. Если долбежка леса, я скажу ультиммейт о пол. Насколько герой из того чей? На лунах тяпму спит 370, как-нибудь сможешь мчаться. Опачки байтин. Попроси у тиммейтов стянуться действительно. и, кажется, бьют. Что, цека совсем офигелка. Наш легионка. Легионка сместилась. Легионка в гид нельзя, интересно. Ну, ее право. По поводу 2-го скилла в 2, тут просто левел 6. Тебя смутило, что последние разы, когда мы смотрели луна, там бим в двоечку залетал. Поэтому второй скилл в двойку мы видели уже после того, как третий был макшеный. Да. Это также последние разы, когда мы смотрели луну, когда в принципе луна была в мете. Луна была очень мощным лейнером. Сейчас наоборот, луна лейнер достаточно посредственный. Но при этом патч за патчем луна все более и более лейтовым героем становится. Когда-то давно луна это был персонаж 15-25 минуты ближе к 7.07 патчу. Она стала одним из лучших лейтовых керев. Сейчас все круче и круче в лейте этот герой. Тридцатый уровень невероятно сильный. Аганим сильный. Шард сильный. И чем дольше длится игра, тем сильнее этот шард как будто бы. Потому что процентное снижение демэджа как-никак. Такая дисперсия временная. Дисперсия только защитная без возврата урона. Но хотя глейвы могут и повыше дисперсии дамажить. Вообще мне кажется луна лейнер не проходит в том плане что ты на ней можешь просто стараться не пушить линию. Вот как я тора в этой игре просто около тавара держаться убить ее почему-то очень тяжело бывает. Вот я не знаю то, что против луны лейнел. Как-то сложно ее подловить. Много брони много муспида. Но в остальном... Много брони много муспида. И вот просто если грамотно позицию держать под таваром то герой какой-то недосягаемый. Есть просто очень пятерка у него слабенькая. Гримстрок. У них герои совершенно не стакаются. А ты можешь очередной спиков посмотреть. Он пикнул луну знаешь, что он будет стоять с гримом. Ильяна фпшного эту луну. И потом грим залетел. Просто связку героев хуже, чем лунный гримстрок. На линию придумать практически нереально. Гримстрок. Продолжай. Успи, кау, уаспекал. Любопытно. Такой хочу на линию против ЦК. Скаймак перейти с гримстроком на луне и еще пободаться с Муэртой. Очень рискованный пик. Опять же у нас был очень большой выбор на луне. Но мы выбрали именно эту именно потому что по пику если мне предложили поставить деньги, я бы не раздумывая закинул на Дайер. А, Дайер хороший. Супер Метовый тоже ЦК, Муэрта вот это. Муэрта тоже. Кучера залетал, причем Ятора тоже пикал Муэрту. Памин Алиер тоже никуда не делся. Варлока кстати, там всякие эндити. С ним хорошо играют. Да, перетянулся в мид, может Варлока подрезать? Но не, слишком много героев, как-то страшно подходить даже. Хоть фрага и хотелось, но хрен ты что сделаешь. Четыре героя просто. Наконец-таки мы видим вот этот правый талант на десятом. Во-первых, левый талант раньше был посильнее, он давал 04, во-вторых, раньше бимами попроще игралось, также актрин включал в себя линзу. Актрин даже на редклик луния неплохо выглядел. А сейчас еще и Глэйва апнули, и еще больше желания с ними играть, особенно против элитонистов. Здесь цк с кучей иллюзий, и эти иллюзии вообще не переживают Глэйва. А здесь Муэрта, которая возможно будет играть с Монта Стэйлом против Баунти Хантера. Высокая вероятность. Здесь еще и Голем Варлока. Глэйвами есть по-кому пошвыряться в файте. Ну и в фарме, в пуши, очевидно, Глэйвы работают постоянно. Чаще всего, когда Луна сломала Т-3 Тавр, если она бьет Браки, то депс ее уже невозможно. Если это Астазия Акзелуна может стоять на хайграунде, набьет Браки, все, эту сторону вы отдаете. Именно из-за Глэйвов. И кстати, интересно, что играет с Монтестайлом. Последний раз, когда Луна была в мете, это был всегда Монт Драгонлайнс ПКБ. И этот билд предельно понятен. Это очень боевой Абилд. Такую Луну тяжело загонгать, она все еще достаточно быстро фармит. А с Монтестайлом же реализацию Луны я не видел несколько лет. Так чтобы Луна взяла Монтестайл, и хотелось сказать, о да, вот это вообще великолепно. Зашло? Интересно, какой план Ютора? Ну, сколько же быстро нетворс растет? Уже 8000 опережает Марту на полтора к. Блин, Монтестайл как будто же классика, мне кажется, на Луну. В этой игре хорошо заходит по игре, но и просто сам по себе такой, а там подвинут Лесик тот же самый. Это будет очень много. По моим наблюдениям, Луна без ВКБшки, она просто не может в Пайт зайти. Она может удавиться Монтестайлом, но посмотрим реализацию. Сейчас это самый популярный билд. Монтестайл в Виндове. Да, да, да. Проглядела туда же. И откуда первые два дня патчи смотрел? Монтестайл на протрекере победных не было. Не, вообще практически 100% матчей везде Монтестайл Монтестайл. Тут изредка Монтестайл Монтестайл Монтестайл, но в основном Монтестайл супер дефолт. Ну, приятно, приятно, мне кажется, когда у тебя куча мувспида, ты между спотами быстро бегаешь, плюс с виндвейсиком. Тоже вот когда еще ночь наступает, еще мувспида добавляется. Ты просто 500 мувспида бегаешь, Монтестайл тоже мувспид дает. Очень приятная тема, и по игре конкретно в этой куча всего можете спалить Монтой. Иллюзии очень сильные этой линии. Можешь отпушивать, зафармливать. По мнению, Монтестайл вопросов не должен вызывать. У меня как видишь вызвал. Я тоже удивился. Иллюзия, кстати, на этой стаде не сказать, чтобы очень мощные вот эти 70 зеленого демеджа обычно поменьше чем 70 тут. Нейтралка решает. Эти это зеленый демедж иллюзии не берут. У нас справедливо есть ради иллюзии очень шустрые иллюзии с клейдами. Так что одна иллюзия может даже средний спот завалить. Ой-ой-ой. Тут неожиданное нападение. Но есть Монтестайл. Пока что ничего этого. Пересмерть это нажал. Мне казалось, что он хотел натоставилом задождить банклиера. Но не успел. Как будто до последнего держал. Но это практически невозможно ультбанка задождить. Мы один раз по-моему такое видео. Все-таки очень большой этот шар. Мы достаем неизвенность всего лишь на 1 десятую секунду дает. Давай раз по 10? Давай. Опа. Уже взялся шарик. Ну, шар тут максимально рано старается покупать. Это как раз по таймингам идеального я-то раз совпало, что он взял саманту. И как раз к 15-й минуте у него уже есть шарт. Еще и нейтралку. Боже мой, крутая выпала. Еще офигенно. против контактных героев круто заходят в этот шардик, когда Овтиан нападают всякие вот такие ЦК. Это вот раскручиваешь этот второй и нормальная тема. Только вот я замечаю, что вот прям много кто забывает про это. Привыкли уже столько лет до что у у просто две пассивки и забывают прокликивать этот шарт. Чего-то часто видел такое. Не стоит забывать 25 мана всего лишь стоит кдшится 6 секунд по-моему. 7 секунд извините очень фарм круто ускорит. ой что что не священ 25 секунд когда что пача поле что раньше было на 7 когда там сделали секунд быстрее запутался пришел файт есть 15 уровень пола 15 не брал есть бьем 4 eclipse двойку это кстати керри мэр очень вкусный таргет мультимейт просит прокаста луна не помог же как же высочно полетели вот реализация шарта под шардом он прям контакт становится а я не успел панглер очень тяжело этой ситуации кстати с пкбшка не спешит кикбай сильвер сильвер очень часто можно на луне увидеть прям идеально предмет заходят по ощущению единственный минус сильвер что подоедало сможет злота не хватить нора в основном через баттерфлей стараюсь ранее играть билд потом еще и атос есть по кайфу еще штучка которая может задиспалить как же скаймак чувствует даже просто к иллюзиям не хочет подходить от манты будет вторая попытка его пиков нить опять же шардом с шардом с лотаром можно очень круто пиков от героев вот таких вот сапиков раньше у луны такой опции не было сейчас герой реально стал контактным по здоровью правда 1000 до конца игры но в один прекрасный момент вместо 1000 становятся 3,5-4 но это нужно искать и сатаники первые 30 минут с косарем приходится играть отлично есть мэр тупиков ноль там я только как раз рисовал на мапе чтобы ее убили как раз вот мы уже по нетворцу очень жестко от нее оторваться он уже почти на 5 косарей от нее отходит герой просто капец как быстро фармит вот реально большой минус что тебе минимум там 3-4 салата нужно чтобы начать подключаться к команде все это время все это время ты просто в основном качаешься линии мантами откушиваешь опыта дольше стан и на развороте пошел с шардом блин как шард офигенно против таких героев просто старая луна просто на очки я бы убегала новая луна нажимает манты ультимейт шард и на развороте выносит блин он жестко что 25 маны все что тут как будто смотришь на этот скилл как будто минимум полтос должен стоить маны а тут 25 это прям очень щедро почему ранее причем шард вообще никто не воспринимал ну сейчас уже говорим насколько он мощный да бедный гримстрок а с шардом еще фишечка есть по-моему это никак не меняли что когда нажат лотар или сильвер вот эти шардовые клейвы они бьют сильнее на сколько там написано 175 ну точнее на доля 175 ну и вот это кайфовая руна можно отпустить сразу две линии если три на творчество 17000 капец манта за работой причем ведь не фидонит один раз всего лишь шибер здесь бкб игра сейчас самый быстрый фармящий герой опять этот шардик нажал пошел в упор двойнить баттерфлей сатаник нужен и тогда вообще герой будет бессмертный это вот такой самый классический сейчас билд и вот особенно против таких вот героев баттерфляй тоже шикарно заходит еще больше франтвейн потенциал дает и самое главное от мамочка можно отказаться оба таланты брал набим по сути 20 талант напоминает старый шард но старый шард давал ой извините издался по области так что у него по сути к стрэндж было больше можно было ноу-вижен убить что немаловажно и плюс он уменьшал монакос первого скилла это она значительно хуже так и есть бабочка выглядит как практически неубиваемый герой вопрос можно ли без бкб против мэрты поиграть нажимает эклипс есть тики так что лип нажал ой не любим странная странно учись играл моей газе не было ощущение что может можно за проказ убить читачи смотрю на 2300 хп я точно так же поступил просто там аегис недавно в этой области тиммейтов убили и прям сразу как-то опасения вызовут это направление я бы наверное очканул скипнули тут на момент возрождения тэпнулся в бот докачивать сатаник надо вот на луне в идеале хочется всегда без бкб пытаться играть потому что как-то очень плотно сидят баттерфляй сатаник на ней и по темпу прям все замечательно в идеале всегда хочется без бкб закупаться как-то но кажись в этой игре все-таки принесло бкб взять хочется в темп всегда играть на статке на бессмертие чисто с лайфстила там какому-нибудь смесов с брони огромный слот благо есть подвык бешку смотри все еще от бкб отказать дайдаус решил кстати я тоже большой любитель купить и сильвер и дайдаус мы куча реплеев от него смотрели как он так на закупался на дровке первую очередь на дровке да было делом я бы сказал что я думаю красота не мне зрители написали что мишань давай ты отдохнешь от разговора красота ник невозможно поиск кристаллиса бкб залетит причем насколько же быстро разгоняется подема же луна у нее . было отрисует не еще до покупки кристаллиса при этом были крыты с прочности проблемы остаются если какой-нибудь цикар жизни вы не пробьет эту бабочку то как комбинация панга sky мага может быть очень смертоносный не спешит кстати замес телепарка да ему пресса до того просто пушить если он пошел заранее то а шансы были бы прийти но он решил что лучше попуше причем момент когда ты 3 упадет по одному его уже не pdf потому что там настолько смертоносной главы разлетает результация будет вот клянусь от вчера кто вчера не смотрел один в один была ситуация то есть я тоже играл на луне противники пошли хг бить а я таро в этот момент просто пошел сама в сторону отдал конечно свою сторону но он разменял на вражеской стороны и у него команда проигрывала и это по итогу капец как сильно зарешал и они за счет этого игру камбэк здесь вот ситуация максимально похожего не все плохо у команды известный творц только в одной луне находится очень нищие саппорты на легион к 11000 творца как у саппорта варока предпочтной команды я тоже сейчас просто идеально сделан убил двух героев сломал сторону да конечно надо в боте но мне кажется он бы не смог садэфить и сейчас у него появится плюс один свод здесь заранее уже освободился что кенсу и реально может составить конкуренцию врагам с бк башка в этой дэмэдж есть все есть лайфстила только нет никакого минус вообще обычно мы говорим о том что сайт стороны гораздо ценнее чем мид потому что мид проще отпушивать но есть одно исключение это героя которые в один заход трон ломают для них медовая сторона может быть особенно ценный потому что после какого-то замес и грибы будет на вражеской базе приходишь ломаешь трон и луна как раз ты сам персонаж который в один заход трон ломает луны в принципе на засаде отлично трон ломают так что спорный момент какая сторона цене продолжение но в той игре вот он как раз таки сайт сломал сайт сторона на ли все-таки покруче мид проще отпустили в той игре вот он сайт сломал и а имид сломали это прям вообще была идеальная ситуация то есть он мид спокойно отпушил противников вот он сломал там была беда как лункевича напали даже под только башкой и он живет нормально и он от подходит как раз двумя критами дэмэдж да ваш рабочий только покатить ультимейт мертвы нужно бакаба не нажимал а кого-то бакабашечка это мой мой заканчивается это лавы решил писать ой все равно на победу в траке не чуть-чуть не хватило на три в три подрались нормально я думаю нормально но 25 почти смотря мой рта он убил сама гаун но тут точно скипать надо вообще ничего не должно произойти креса если я тора тут ничего не произошло что все в таверне были но произошло нападение на рошана соперников я тора как раз тп цена вон после хочет рошана отдавать надо что-то делать из легионка начинает мэртон как будто мы эту драку уже видели на то что то шпит от соперников тоже вот от цикана вон кости конка бкб потратил все скиллы на кунки потратил походу присуда тершан римп измельчат торрент по двоим как же красиво вау тут настолько повезло что он торрентом по двоим каким-то чудом попал я думаю кулька без кнопок все уже на и партики сможет она прям реально портанула катя бкб у тимаэт мэрт можно выносить чем может и не стала тупого делать наш смело тупого тела вас любить лакунки тормоза слить или в моменте и тем white красота кишки рампой же он и как же красиво лотос выглядит низкой маги просьба антихантра но нет больше ни одного героя просьб которого он до сработал также круто надо бы х реально некомфортная игра либо искать с козе бим будет замедлять причем а хиллер 3 3 ланжевика вражеской команде плюс мой рта с сатаника может играть уже был один спорт у нее есть и на мудрость не успел каша заварил блин пошел даже ранков посмотрел ну задрот ран там высокий так а у грима есть шард грим шардовый но все равно не стремится на горку подниматься сейчас ранка высокие то что это америка этого игрока не знаю так что подрываешься просто своем регионе катает пацан что подоживая на европе то может 500 был бы причем по моему игроки северной америке в лиге настолько похожей игре я слышу что очень крутые результаты показывают ну в лиге игроков больше в америке конкретно там рекламе сыграл гораздо лучше чем дот да то вообще же в америке не популярная игра ну да ты кстати не все не рекламе лица по моему на америке вот дико очень любят я прям на слуху там что-то мы в этом причина импозиция немного странные из-за этой каши звонящий как же много он перед смертью он дамажил не стал прикладывать в кбшку заранее и не пригодится кажется это бы кбшка заранее покойный сократил дистанцию смерти под пкб под шардом бабочкой нереально жирный герой очень ромбар лакими совесть они отдаются совесть семей а там там не почистить через этот барьер а вот я тоже как раз от не знаю ассоциируя по дима чем да да топ-1 игрок парам почему тип но даже и вот гаденную гадать букашка ну и всем огромное спасибо за просмотр отдельное спасибо за лайки и мир вам ну и ну и Продолжение следует...